Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 4 августа. Память святых семи отроков есетских. В один из сестива римского царя Деки церковь Христова была огонимой. Много рабов Христовых, священнослужителей, церковных служителей и других верных. Боясь безжалостного мучителя, принуждено было скрываться, где кто мог. Когда, пылая ненавистью христианам, Деки пришел из Карфагена во Ефе, то прежде всего приказал собраться жителям окрестностей для принесения жертв идолам. Окрепленный своей гордостью царь поставил среди города идолов, устроясь среди них жертвенники. Вместе с царем по его повелению они должны были принести жертву сначала городские власти. При этом всенародным праздничном жертвоприношении земля напоилась кровью и воздух наполнится смрадой дыма. Так много заказалось и сжигалось животных. Спустя два дня царя вышло повеление собрать всех христиан и заставить принести жертву идолам. Христиан начали искать повсюду, их вытащили из домов и пещер, соединяли в одну толпу и с бесчестием приводили на площадь, где собрался народ, приносивший жертву. Некоторые из последователей Христовых, не обладавшие крепостью душевной, боясь предстоящих мук, отпадали от веры и на глазах у всех поклонялись идолам. Другие христиане, бывшие или очевидцами, или слышавшие о таких поступках, что сорны свои собратья по вере, скорбели душой своей, оплакивая их от падения от Христа. И не из падения вывело поклонство. Твердые же звери и крепкие духом без боязни нашли на муки, и, умирая от разнообразных истязаний, мужественно полагали души свои за Господа своего. Мучених было такое великое множество, что кровь, их истекавшая при нанесении ран и раздроблении костей, лилась на землю, как вода. Тела мучеников или бросались, как сор при дороге, или вешались кругом на городских стенах, а головы на особых колах ставились перед городскими воротами. Вороны, естреба и другие плотоядные птицы слетались к стенам и пожирали тела умерших за веру. Для потаенных и скрывающихся христиан доставляло великую печаль невозможность взять и погребсти тела братья и поедаемые птицами. Возбивая рыбки к небу, они с рыданиями молились Господу, чтобы он избавил сверковь свое от такого мучительства. В это время в Ефесе находилось 7 отроков, они были сыновья уважаемых городских начальников и служили в войске. Имена их следующие – Максимилиан, Иоанн Влих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Эксакустодиан и Антонин. Не будучи связаны узами телесного родства, они были связаны узами родства духовного, верой и любовью Христовою. Они вместе молились и постились, распинаясь Христу мерцлением плоти и строгим соблюдением целомудрия. Видя постоянные притеснения и жестокие казни христиан, они сокрушались в душе своей и не могли удержаться от слез и воздыханий. Когда известники вместе с царем отправились приносить жертву, святые эпохи уклонились от них. Придя в церковь христианскую, они поверглись на земле перед Господом и, посыпав страхом свои головы, высылали к нему слезные молитвы. Подобные поступки с их стороны не укрылись от взора некоторых людей, во время каждой наблюдая за другом своим. Какому Богу он молится? И предавал на смерть брат брата, отец сына, сын отца. Никто не скрывает ближнего своего, если замечалось, что он молится Христу. Он тотчас же, они пошли к царю и сказали, царь, живи вовек, ты призываешь издалека христиан, убежая приносить жертву. А между тем, находящимся около тебя, пренебрегают твоей царской власти и, не слышая твоих повелений, нарушают их держать христианской веры. Разгневанный царь спросил, кто именно противится его повелениям. Да мощники сказали, Максимилиан, сын городского правителя, еще из других отроков, сыновей знатных и киевских граждан. Все они уже имеют значительные военные чины. Царь отца же влез, хотите их заковать все эти и привести к себе? Святые отроки скоро были приведены к царю, с глазами еще не отсохшими от слез и со слезами праха на голове. Разгнув на них, мучитель сказал, почему вы не явились вместе с нами на праздник в честь богов, которым поклоняется вся вселенная? Пойдите к Иперию, подобно другим, принесите богам должную жертву. Святой Максимилиан отвечал, мы исповедуем единого бога и царя небесного, свою славу и наполнившего небо и землю, и ему каждый час приносим духовные жертвы, веры и молитвы. Идолам же вашим, чтобы не осквернить душ наших, мы не принесем жертв состоящих из сожжения животных, сопровождаемого с мрадом и дымом. После такого ответа царь велел отнять у юноши их воинские пояса, знак занимаемого ими высокого положения. Вы не достоинны, сказал он, служить в войске царя, ибо не повинетесь ни ему, ни богам. Однако, видя красоту и молодость их, царь жалился над ними и сказал, было бы безжалостно сейчас же передать мукам, предать столь молодых. Поэтому, прекрасные юноши, я даю вам время для размышлений, чтобы вы, образовывшись, принесли жертву богам и таким образом сохранили себе жизнь. Затем он приказал снять с них цепи и освободить их до назначенного времени, а сам удалился в другой город, намереваясь опять возвратиться в Ефес. Святые же отроки, следуя учению Христову, дарованной им царем в свободное время, употребляли на добрые дела, взяв в доме родителей своих золото и серебро, они раздали его тайно и открыто нищим. Вместе с тем они совещались между собой, говоря, удалимся на время из города, пока в него не возвратится царь, уйдем в ту большую пещеру, которая находится в горе, на восток от города. И там, пребывая в безмолвии усердно, помолимся Господа о даровании нам крепости при предстоящем исповедании его святого имени, чтобы мы могли безбоязненно, явившись к мучителю, мужественно перенести страдания и получить от владыки нашего Христа уготовленный верным рабам неувидаемый венец славы. Так, сговорившись между собой, они отправились к восточной горе, известной под именем Ахлон, захватив с собой столько серебра, сколько нужно было для покупки пищи на несколько дней. Придя в находившуюся в горе пещеру, они пробыли в ней довольно продолжительное время, непрестанно славя Бога и молясь о спасении душ своих. Хождение в город для покупки нужно было поручено святому Иоанну Влиху, как самому младшему. Святой Иоанн Влих весьма разумный отрок, отправляясь в город, переменял свои одежды на рубище, чтобы его не узнали. Из захваченных с собой денег он отделял связь для раздачи нищим, а на остальное покупал пищу. В одно из таких посещений города святой Иоанн Влих, скрывая свое имя, разузнавал, когда именно, скоро ли возвратится царь. Спустя достаточное время святой Иоанн Влих под видом нищего снова пришел в город и сам увидел шествие возвратившегося с пути царя и слышал оповещенное в городе его повеление, чтобы все градоначальники и военачальники на следующее утро приготовились для принесения жертвы богам. Столь ревностно и зычный был царь. Кроме того, Иоанн Влих услышал, что царь велел отыскать и их, отпущенных на время, чтобы они вместе с другими гражданами в его присутствии принесли жертву идолам. Испуганный Иоанн Влих захватил немного хлеба, поспешил к братьям в пещеру. Здесь он рассказал им все, что видел и слышал, сообщил также и о том, что их уже ищут для принесения жертв. Эти известия привели их в страх. Пап, наземный, сплачем и спинаниями, они молились Богу, поручая себя его покровительству и милосердию. Восстав от молитвы, святой Иоанн Влих приготовил трапезу, состоявшую из небольшого количества принесенного хлеба. Был уже ветер, и солнце заходило. Снеши, святые отроки подкрепили себя к пищу, ожидая предстоящих мучений. Окончив скудную трапезу, они беседовали между собой, ободряя и поощряя друг друга к мужественному перенесению страданий за Христа. Во время этой душеспасительной беседы их стало клонить ко сну, а сердечные печали отяжелели очи их. Милостивый же человеколюбивый Господь, всегда пекущийся о церкви своей и верных рабах своих, повелелся мне святым отрокам уснуть дивным и необычайным сном, желая в будущем иметь дивное чудо и уверить сомневающихся относительно воскресения мертвых. Святые уснули сном смертным, души же их хранились в руке Божьей. А тела лежали некленными и неизмененными, как у спящих. Утром царь приказал отыскать всем благородных отроков, и после тщетных поисков сказал вельможем, «Я жалею юноши, потому что они были из знатного рода и отличались красотой. Думаю, что они, боясь гнева нашего, убежали куда-нибудь и скрываются. Хотя по милосердию своему мы готовы щадить тех, которые, покаявшись, опять обращаются к богам». Вельможи отвечали на это. «Не печалься, царь, об этих юношах, противящихся тебе и богам. Мы слышали, что они не только не покаялись, но и сделались еще злейшими хулителями богов. Раздав городским нищим множество золотой серебра, они бесследно исчезли. Если позволишь, то можно призвать родителей, если пытками заставить открыть место, где находятся сыновья». Царь немедленно приказал призвать родителей святых отроков и сказал им. «Скажите, неутаивая, где ваши опозорившие мое царство сыновья? Вместо них я велю погубить вас, ведь вы дали им золото и серебро и отослали куда-то, чтобы они не явились перед лицом царя». Родители отвечали, «Прибегаем к твоему милосердию, царь, выслушай нас без гнила. Мы не замышляем козни против своего царства, никогда не нарушаем твоих повелений и постоянно приносим жертву богам. За что же нам грозишь смертью? Если же сыновья наши разворотились, то не мы учили их этому, мы не давали им золота и серебра. Они сами тайно взяли и раздах неимущим, убежали и скрылись, подошедшим до нас слухом в великой пещере горы Ахлон. Прошло уже много дней, а они все не возвращаются, не знаем, живы ли они там или нет. Царь, выслушав, отпустил родителей, а потом велел завалить камнями вход в пещеру, говоря, «Так как они не покаялись, не обратились к богам и не явились ко мне, то пусть отныне не видят боли лица человеческого и погибнут от голода и жажды в заваленной камнями пещере». Царь и жители Ефеса думали, что отроки еще живы, не зная, что они отошли уже ко Господу. В то время, когда заделывали вход в пещеру, два царских постельники, Феодор и Русин, тайные христиане, описали на двух оловянных дощечках страдания семи святых отроков, сообщили их имена. Потом они вложили эти досечки в медный ящицик и поставили последний среди камней, положенных в пещерном ходе. Если думали они, Господь посетит рабовство их до своего славного пришествия, пещера когда-нибудь будет открыта, и найдены будут тела святых, тогда по нашему описанию узнают об именах и делах их, и поймут, что это тела, тела мучеников умерших в загражденной пещере за исповедание Христа. Так был завален вход в пещеру, причем на него была навешана печать. Вскоре после этого умер нечестивый декий, после него было много и других нечестивых старей, также гнавших церковь Божию. Пока с Константина Великого не наступило время христиан, христианских старей, в одни благочестивые царя Феодосия-младшего, когда прошло уже довольно продолжительное время со смерти Константина Великого, появились или те отрисавшие воскресение мертвых, хотя Господь Иисус Христос и передал об этом церкви своей ясное, уничтожающее всякое сомнение, учение. Феодосий II, это император, 408-450 год. И однако многие усомнились, и не только миряне, но даже некоторые епископы, делались последователями ереси. Косторную клонившуюся ересь вельмоши-епископов, из последних особенно выделяется епископ Егинский Феодор, возникло сильное гонение на православных. Одни из ерекиков говорили, что за гробом люди не могут рассчитывать на воздаяние, ибо по смерти уничтожается не только тело, но и душа. Другие же утверждали, что души будут иметь свое воздаяние, а одни тела исплеют в погибность. Как могут, говорили они, восстать эти тела спустя целое тысячелетие, когда нет уже и самого праха их? Так умственные ереки в своем нечестие, забывая слова Христовой Евангелии, «Мертвые услышат голос Сына Божий, услышавшие оживут». И забыли написанное пророка Даниила, «Многие от спящих в земном прахе восстанут, одни в жизнь вечную, а другие в лукаризму и на бесчестие вечное». И пророк языки, и говорящий от лица Божия, «Вот я отверзу гробы ваши, и изведу вас от гробов ваших, людей моих». 37-12 Не помня этого учения, священного писания, еретики произвели большие смуты в Церкви Божией. Они заставляли царю в Ядресе сильную печаль. Он усердно в посте и слезах молился Богу, чтобы он, Творец всего, избавил от тагубной ереси Церковь Свою. Милостивый Господь, не хотя, чтобы кто-нибудь заблуждался в истинах веры, погиб. Услышал молитву царя и слезные стенами многих верных и явно открыл тайну ожидаемого воскресения мертвых и вечной жизни. По действию божественного трониста произошло следующее. Некоторый муж по имени Адолий, владитель горы, похлон, где в загражденной пещере пребывали спящие отроки, имея на горе свободное место, захотел там сделать ограду для овец. При ее постройке, рабы брали камень, которыми был завален вход в пещеру. Совершенно не предполагая, что в горе находится пещера, они думали, что камни составляют естественную часть горы. Отсекая камни и унося их на место работы, они образовали в устье пещерное отверстие, в которое мог свободно пролезть человек. В это время Господь наш Иисус Христос, в обыкожизни и смерти, воздвигший некогда четверодневного лазаря, возвих уже много лет спавших и семь святых отроков. По его божественному велению, святые мученики воскресли, как бы пробудившись от сна. Восстал, они прежде всего вознесли, принесли слово Слово Господу, после чего по обычаю приветствовали друг друга. Им казалось, что они пробудились от обыкновенного ночного сна, потому что ничто не указывало им на пробуждение от смерти. Одежда на них были совершенно не повреждены, внешний вид нисколько не изменился, по-прежнему они свинью здоровым и красотой. Синевольно приводило святых отроков к мысли, что они вчера уснули, а теперь утром проснулись. Вступив в беседу между собой, они спичали, вспоминали о гонении на христиан и о том, что им надлежит отправляться в город, по приказанию царя, повелевшему приносить жертву идолам. А они были уверены, что деки ищет их для мучения. Обратившись ко святому Иоамлиху, они просили его снова рассказать, что он слышал в городе. Святой Иоамлих отвечал, что сказал вам вчера, то скажу и сегодня. Царь велел в нынешний день всем гражданам быть готовым к жертвоприношению, велел вместе с тем искать и нас, чтобы мы вместе со всеми на его глазах посланились идолам. А если не сделаем этого, то он предаст нас мукам. Тогда святой Максимилиан сказал, обращаясь ко всем. Братья, выйдем и явимся без боязни перед декием. Долго ли будем сидеть здесь подобным малодушным? И живем и без страха перед царем земным исповедуем царя небесного истинного Бога, Господа нашего Иисуса Христа. А за славу Его святого имени прольем свою кровь, положим души наши, не будем бояться мучителей и мук смертных. Они не могут лишить нас жизни вечной, которой мы ожидаем по вере во Христа Иисуса. Ты же, брат Иоамлих, а забудься приготовлением для нас в обычное время пищи. Возьми серебряник и иди в город. Там купи хлеба в большем, чем вчера количестве. Ты вчера принес мало, и мы голодны теперь. Узнай, что приказал относительно нас декий. И возвращайся поскорее, чтобы, подкрепившись пищей, мы могли, собственно, по собственной воле выйти отсюда и предать там их себя на мучение. Святой Иоамлих взял серебряник и отправился в город. Было очень рано, только что начало расцветать. Выходя из пещеры, Святой Иоамлих к удивлению своему увидел камни. Что это значит, подумал он? Когда они положены? Вчера, что денег здесь не было. Спустившись с горы, он шел со страхом, опасаясь в этот город, где его могли узнать и свистить в кори. Предложившись с городским народом, Святой Иоамлих с великим изумлением, заметил на них честный крест, прекрасной художественной работы. И в силу, куда он не обращал взрослый, везде с тем же изумлением, замечая другие здания, жилища, стены, Святой Иоамлих пошел к другим воротам города и до умения не увидел изображение честного креста поставленной на стене. Он обошел все ворота города и видел его святые кресты. От недоумения Святой Иоамлих близок был к безумию. Возвратившись опять к первым воротам, он думал, что это значит? Вчера нигде не было изображения честного креста, кроме тех, которые в тайнах хранились у верных. А теперь они открыто поставлены на воротах и стенах города. Вижу ли я их на самом деле или мне только кажется? Не во сне ли я? Ободрившись, он вошел в город, пройдя немного Святой Иоамлих услышал, что многие клянутся именем Христовым. Он пришел в ужас, размышляя, вчера никто не смел открыто произносить имя Христово. Теперь же я слышал его из многих уст. По видению это не исчезло какой-то другой город, при этом издания другие и на любви совершенно имели одежды. Продолжая путь, он спросил одного человека, как называют этот город? Есть, отвечал он. И то он в них не поверил и по-прежнему думал, без сомнений, я попал в какой-то другой город, нужно скорее купить хлеб и поторопиться выйти из города, чтобы окончательно не заблудить ее. Приближившись к продавцу хлебов, он вывел серебряник и отдал ему для уплаты за хлеб, и остановился, ожидая покупку и сдачу. Серебряник был очень велик и имел на себе надпись изображения древнейших старей. Продавец взял серебряник и показал ее другому. Тот подал третьему, а этот четвертому. Подошли другие, присутствующие при этом. Велево на серебряник, все удивлялись его древности и осматриваясь святого и английского и говорили на ухо друг другу. Наверное, это тот, как нашел какой-нибудь спрятанный в одни глубокой древности сокровище. Святой и английский заметил их шепот, испугался, думая, что его узнали и сговариваются о том, чтобы его схватить и представить царю Докию. Прошу вас, сказал он, возьмите себе серебряник, я не хочу с него сдачи. Но окружающих схватили святого и английского и удерживая говорили, открой нам, откуда ты? И каким образом нашел сокровище времен древних царей? Удели нам часть, и мы не скажем на тебя, если ты не согласишься, разъедите его вместе с нами, мы пригодим тебя судье. Слышь, это святой и английский удивился, и не до него он молчал. Они же продолжали. Нельзя уже утаить это сокровище, где оно? Скажи лучше по собственной воле, пока не заставят этого сделать пытки. Святой и английский не знал, что им сказать, и молчал подобно немому. Когда мы уже сняли с него полос и одежды на шею, держали его среди торговой площади. Среди народа разнесся слух, что схватим какой-то отрок, нашедший сокровище. Святой и английский окружила большая толпа, все смотрели на лицо его, говорили, он не здешний, мы раньше никогда не видали его. Теперь же он лих, хотя и желая сказать, что он не нашел никакого сокровища, но от сына на земле не мог сказать ни одного слова. Он глядел на толпу, стараясь найти кого-нибудь из знакомых или кого-нибудь из домашних, отца, матери или раба. Никого не находя и не узнавая, он пришел еще в большее удивление. Вчера его все знали, как сына знатного человека, а сегодня не только никто его не узнает, но и сам он не находит никого из знакомых. Распространившийся по городу слуха взятия святого ям-лиха дошел до начальника города епископа Стефана. По Божьему смотрению, оба они в это время находились вместе и вели между собой беседу. Оба они вели привести к себе гимношу, захваченную состребреником. Во время прики святой ям-лих думал, что его ведут к царю Декию и еще прилежний глядел народ, надеясь видеть кого-нибудь из знакомых, но все ожидания его были напрасны. Когда его привели к начальнику города епископу, то они взяли сребреник и рассматривали и вели, так как он относился ко времени очень древних царей. Потом начальник города спросил святого ям-лиха, где найдено тобой сокровище? Конечно, ты оттуда взял этот сребреник? Я не знаю никакого сокровища, отвечал святой английский. Мне одно лишь известно, что он взят вновь моих родителей и не отличается от обычных употребляемых в этом городе серебреников. Я удивляюсь и не доневаю, что такое со мной делается. Откуда ты, спросил градоначальник? Святой отвечал, думаю, что из этого города. Градоначальник сказал на это. Чей ты, сын, находится ли здесь кто-нибудь из знающих тебя? Когда он пусть придет и засвидетельствует справедливость твоих слов, и мы отпустим тебя? Святой англий назвал по имени отца, мать, деда, братьев, и других родственников. Никто не знал их. Ты говоришь неправду, возрастой градоначальник. Называешь какие-то странные, необычайные имена, каких мы никогда и не слыхали. Святой отрок в виду умения молчал, опустив голову. Одни из присутствующих говорили, он еродивый. Нет, он лишь притворяется таким, чтобы избегнуть беды, отвечали другие. Градоначальник с гневом начал угрожать святому ямлиху. Как мы можем верить тебе, когда ты говоришь, что этот серебряник ты взял из часа других, употребляемых твоими родителями? Ведь на нем изображение надпись древнего царя Декия, по смерти которого прошло уже много лет, и серебряник совсем не похож на тех, какие ходят ныне. Неужели родители твои так стары, что помнят царя Декия и имеют его серебряники? Ты еще молод, не имеешь тридцати лет, и хочешь своим коварством обмануть старцев и мудрецов нефетских. Я тебя брошу в темницу подвергну наказанию не отпущу до тех пор, пока не скажешь правду, не откроешь, где найдено это бое сокровище? Во время этой речи родоначальника святой Амлис с одной стороны убоялся его угроз, с другой удивился при словах, что Декий был в древнее время. Упав на колено, он сказал, молю вас, Господи мои, ответьте мне на то, о чем я вас прошу, а я сам расскажу вам все без пронуждения. Царь Декий находится ли в городе или жив или нет? Епископ отвечал ему, в настоящее время сын в этой стране нет царя по имени Декия. В прежние годы, во времена древние, действительно был такой царь. Теперь царство с благочестивой Феодосией. Тогда святой Амлис сказал, молю вас, пойдемте со мной, я покажу вам в пещере горы Ахвен своих друзей, о которых убедитесь в справедливости сказанного мною. Ну действительно, убивая Декия несколько дней тому назад, удалились отсюда и скрылись в той пещере. Декий я вчера видел, когда он входил в Мехес. Теперь я не знаю, если это или другой какой город. Епископ размышляя говорил себе, Бог хочет открыть через этого Динаша какую-то тайну. Идем с ним, обратился на граммонасиальнику и посмотрим, что-то чудесное имеют совершить. поднявшись, епископ и градоначальник пошли с юношею. За ними последовали все городские власти и множество народа. Руда шествие достигло до горы, святой Омли первый вошел в пещеру, а епископ следовал за ним с остальными. Нашел приусловить пещеру между двумя камнями медной ящики с двумя серебряными печатями. Открывшись перед целью ящики, епископ и градоначальник нашли в нем две ологанные дощечки, в которых было написано, что семь святых отроков Максимилиан, сын городского начальника Иоанн Лих, Мартиниан, Иоанн Дионисий, Эксакустодиан и Антонин сбежали от царя деки и скрылись в этой пещере. По велениям же деки вход в пещеру был завален каменями и святые отроки умерли в ней мученической смертью за Христа. После этого общения все пришли в изумление и громко прославляли Бога. Водя в пещеру они нашли святых отроков, святущих красотой, лица их выражали радость и сияли светом благодати Божией. Епископ, градоначальник и народ припали к ногам святых отроков, воздавая хвалу Богу, сподобившему их увидеть столь славное чудо. Святые отроки рассказали им все о себе, о деки, каково было примен гонение на христиан. Песец, епископ и градоначальник послали письмо благоверному царю Феодосию, просял его прислать честных мужей, чтобы видеть чудо яйное Господом его царствование. Ибо писали они «В наши дни показал Господь в воскресении тел святых отроков образ будущего всеобщего воскресения не только души, но и тела». Царь Феодосий получил известие, и тотчас в сопровождении вельмож и множества народа поспешил из Константинополя в десет, где был встречен торжественно, как подобало его высокому положению. Епископ, градоначальник и другие городские власти повели царя к пещере. Царя Феодосий проникнув внутрь пещеры увидел подобных ангелам святых отроков, попал к ногам их, а они за простершие руки подняли его с земли. Восстав царь с любовью и обнял святых отроков, и лабызая их, не мог воздержать всяк слез. Потом сешет этих них на земле, он с умилением глядел на них и славил Бога. Господа мои, говорил он, в лице вашем я вижу самого царя и владыку моего Христа, некогда воздвигшего Лазаря из гроба. Да и он и вас воздвиг своим сихинным словом, чтобы явно возвестить нам о грядущем воскресении мертвых, когда находящиеся в гробах услышат голос Сына Божия, а живут и выйдут из них нетленны. Святой Максимилиан сказал царю, отныне царство твое за твердость веры твоей будет не сокрушимо, и Иисус Христос Сын Бога живого, сохранить его во имя святое свое от всякого зла. Верь, что ради тебя Господь воскресил нас прежде дня всеобщего воскресения. Во время довольно продолжительной беседы святые отроки говорили царю много других душеспасительных истин, а царь с епископом, вельможем и народом внимал им с радостью духовную. Грешеский описатель царковных событий Никифор Калис прибавляет, что царь в течение недели каждый день разделял с ними трапезы и служил им. После этих собеседований святые отроки на глазах у всех, наслаждавшихся их рецедрением, опять склонили голову на землю и уснули по Божьей повелению смертным сном. Сильно плакал царь над ними и все присутствующие не могли держаться от слез. Эта чудесная история имеет весьма сильное непровержимое доказательство своей достоверности. Современник описатель этого события святой Иоанн Колов умерший около 42-го года или в первой половине пятого века говорит об этом событии жители поиси великого. Царь велел приготовить из середра и золота семь гробниц, чтобы положить в них тела святых отроков. В ту же ночь они явились во сне царю, повелевая ему не трогать их, но оставить почивать на земле, как они почивали прежде. На месте успения святых отроков собрался сон святителей, которые сотвою светлые праздники достойно почтили святых мучеников. Царь же раздал все другое милости нищим и убогим той страны, отпустил на свободу находившись в темнице, после чего с радостью возвратился царь град, славя Христа Бога нашего, иллюзия от нас грешных, да будет честь и слава, соотцом и святым Духом, мини, пресно и вовеки веков. Аминь. Богу нашему слава, во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Продолжение следует... Продолжение следует...